Подоляк о китайско-бразильской мирной инициативе — это друзья капитуляции. Китай совместно с партнерами заявил о создании платформы «Друзья мира». Однако эти инициативы базируются исключительно на концепции РФ. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на заявление советника руководителя офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона. Она ни на что не будет влиять. Нет никаких друзей мира. Это друзья капитуляции. Они предлагают эти всемирные инициативы, которые исключительно базируют на концепции РФ. То есть, давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях и не дадим РФ проиграть войну, — подчеркнул Подоляк. Советник руководителя АП отметил, что это не мирные инициативы, это инициативы капитулянского характера. Это можно камуфлировать, как это постоянно делает российская пропаганда. И еще раз, четко зафиксирую. Есть исключительно формула мира Зеленского, где все четко базируется на международном праве. РФ не хочет никакого мира, она хочет прекращения войны, но хочет получить и оперативную паузу. Поэтому никаких мирных инициатив, кроме украинской, не может быть, — подчеркнул он. Отметим, что вчера Китай заявил, что совместно со странами глобального юга хочет создать платформу «Друзья мира». Она будет якобы направлена на так называемое политическое урегулирование войны в Украине. Венгерский министр иностранных дел Петер Сиарта, в свою очередь заявил, что Венгрия присоединится к платформе «Друзья мира», которую организуют Китай и Бразилия. Более того, по его словам, к этой инициативе уже присоединились 15 стран, среди которых Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения. Детальнее о платформе «Друзья мира» и как Китай позиционирует себя в российско-украинской войне, читайте в материале РБК «Украина».